С 2008 года мировая экономика находится в системном кризисе. В России его усугубляют еще и геополитические факторы. Как управлять кризисом и выйти из него победителем? На канале РБК в проекте «Готовое решение» интервью с Владимиром Василенко. Владимир Василенко – CEO-группа компании «Приборы охраны», которая под его руководством стала одним из самых крупных холдингов России в сфере систем безопасности, включающих в себя бренды Vers, Sarmat, Slynex – соучредитель и член Совета директоров второго по мощности завода по производству приборов охраны пожарной сигнализации в России. Прошел путь от позиции старшего менеджера до эффективного управления штатом сотрудников более 250 человек. Автор книги копирует, компилирует, дополняет, в основе которой лежит собственный бизнес и маркетинговая концепция, которая ломает привычные стереотипы мышления и открывает новые горизонты для инноваций. Резидент международного бизнес-клуба «Эквиум». Владимир, что для вас есть кризис? Это форс-мажор, при котором нужно сохранить все, что можно? Или это новые возможности? Ну, скорее, все-таки это новые возможности, потому что любой кризис, он стимулирует любого предпринимателя изыскивает новые способы и сохранения, и преумножения. Как один из примеров мы можем привести кризис 2014-2015 года, когда у нас как раз резко вырос курс доллара. Мы выиграли, скажем так, путем увеличения товарооборотов наших импортных брендов, потому что мы, пользуя стратегию двойных складских остатков, не повышали цены моментно. То есть мы повышали цены постепенно, исходя из текущих стоимостей складских остатков, а не так, как это делали наши конкуренты, которые, просто оцениваясь на курсе доллара, сразу же транслировали это на потребителя и... С переоценкой складских остатков? Да, мы поднимали именно с переоценкой складских остатков. Наши конкуренты работали на упреждение. Соответственно, мы, протранслировав до наших потребителей, до наших партнеров, до наших дистрибьюторов, то, что наши цены самые честные и зависят не от текущих стоимостей курса доллара в обменном пункте о текуществе мастей и сладких остатков, мы выросли более чем в два раза. Это один из примеров. Пример нынешнего кризиса, например, пример пандемии. Здесь, конечно, помогла очень сильная диверсификация. Это, наверное, самый универсальный инструмент. Наверное, ты диверсифицироваться должен всегда. Ты всегда должен смотреть, если у тебя есть какой-то определенный вектор, главное направление твоего бизнеса, ты должен смотреть, чем ты его еще можешь подпереть. Что такое диверсификация. У тебя такое ответвление, такое, соответственно, ты уже становишься неким таким осьминогом, который достаточно крепко стоит на ногах. И если у него одну ногу подрубают, то есть у него семь других вывозят. И вот в данный момент я бы сказал, что именно в рамках, опять же, кризиса пандемийного для нас это была диверсификация. То есть мы уже были к ним подготовлены. И, в принципе, пользуясь вот этими различными ногами нашими, мы также выросли на 20% в течение прошлого года пандемийного, который для всех являлся кризисом. А что для вас является точкой принятия решения, когда нужно диверсифицироваться? Я считаю, что диверсифицироваться нужно всегда. Вот как я уже сказал минуту назад, ты всегда должен... Я, во-первых, считаю так, что кризис у нас это не что-то ежемоментное, ежесекундное. Это уже нечто перманентное. То есть мы в этом кризисе живем уже, наверное, года с 13-го, так вот хорошо, если подойти. Ну, с 8-го, если. По-честному, да. Но, видите, у нас зачастую аудитория будет говорить, ну, как же, у нас была рецессия, потом было восстановление небольшое, вроде как в 11-м, 12-м уже что-то поправилось, а в 13-м мы поехали обратно вниз. Ну, кризис, он так и идет волнами, в принципе-то. Вы абсолютно правы. Здесь вопрос в том, что не все это понимают. Да, действительно, мы с 8-го года в кризисе, и де-факто каждая волна, мы поднимаемся и ныряем еще глубже. Поэтому диверсификация, диверсификация и диверсификация еще раз. То есть в нашем случае, в нашем бизнесе это оптово-розничная торговля, это импортные бренды, это экспорт, это производство и это инсталляция-монтаж. То есть мы предоставляем вообще самый широкий спектр услуг и товаров, которые мы можем предоставить на своем рынке. И мы изначально так стратегически подходили к вопросу. Немножко раскруйте деятельность вашей компании. Сейчас в группе компаний прибора охраны у нас 8 компаний. Соответственно, не все из них находятся в Российской Федерации в том числе. Это большой диверсифицированный холдинг по системам безопасности. Мы имеем 4 собственных бренда, 4 собственных торговых марки. В первую очередь, конечно, группа компаний прибора охраны. Это оптово-розничные продажи на территории Российской Федерации. Это ВЕРС. Это наше производство отечественное. Приборов приемно-контрольных для охранно-пожарной сигнализации располагается здесь, в Новосибирске. Второй завод по мощности по производству данных приборов. Это бренд Сармат. Это российский бренд ОЕМ для видеонаблюдения. Это видеокамеры, различные микрофоны. Это тоже производство здесь? Производство? Нет. Это ОЕМ. Соответственно, производство здесь идет в Китае. Но это бренд специально создан под Россию. И также у нас международный бренд Слайнекс. Это домофония и линейный контроль доступа. Это также бренд ОЕМ. Здесь у нас компания в Гонконге. И с брендом Слайнекс мы представлены более чем в 20 странах мира уже. Плюсом к этому у нас идет экспорт. То есть мы экспортируем российское производство не только наше, но и наших партнеров по странам ближнего зарубежья, по странам СНГ. И плюс к этому мы еще занимаемся крупными объектами инсталляции. Такими, как большие торговые центры и так далее. То есть максимум стараемся охватить из того, что возможно. Управление кризисом – это красивая метафора или какие-то реальные алгоритмы действия? Я считаю, конечно, что это реальные алгоритмы. Потому что мы уже полностью рассказали про диверсификацию. Уже, наверное, все поняли, что это, наверное, в основе своей должно зиждаться, я так скажу. Но здесь еще существует, скажем так, моя авторская концепция «Копируй, компилируй, дополняй». И вот здесь ты как раз должен в рамках непрекращающегося этого кризиса постоянно держать глаза и уши открытыми. То есть идет огромный поток информации со всех сторон. И ты не один в этом кризисе. Есть очень много других твоих коллег, скажем так, по этому несчастью. И каждый применяет какие-то алгоритмы. И если ты будешь с открытыми глазами и ушами, ты увидишь, что, предположим, Коля делает так, Вася делает так. У Коли удалось то-то, у Васи удалось то-то. Вот здесь у тебя принцип первый – увидеть это и скопировать, скомпилировать, то есть взять то, что было у Коли и у Васи, взять именно то, что тебе нужно, то есть то, что им удалось сделать, то есть то, благодаря чему они существуют или увеличиваются. Ну и, соответственно, уже к своей компании добавить какую-то небольшую изюминку, посмотреть, соответственно, если ты действительно глубоко разбираешься в своем бизнесе, в принципе, это не составляет труда, ты просто адаптируешь эту модель, то есть вот что ты добавляешь, ты адаптируешь эту модель к своему бизнесу, именно к своей компании. В этом случае ты с меньшими трудозатратами, временными и денежными затратами, пользуешься инструментом, который, в принципе, оказывается рабочим в данное время, в данный момент. То есть ты не идешь от учебников, ты не смотришь, а как вот это надо было сделать, когда уже волна тебя накрывает. Ты смотришь, о, тот пригнулся, наверное, надо пригнуться, то есть волна прошла мимо, а тот перепрыгнул, но не рассчитал, не рассчитал траекторию, соответственно, не допрыгнул. Ты смотришь, прыгнуть можно было, да, но траекторию немного надо было изменить. Оказывается, можно было сначала пригнуться, а потом перепрыгнуть, и вот, пожалуйста, у тебя есть результат. То есть проецирует ролевые модели. Конечно, конечно, примеры для подражания, безусловно. Владимир, получать новые компетенции, искать новые решения, нестандартные решения, это для вас естественное состояние или все-таки к этому мотивирует кризисное явление? Скорее да, потому что мне кажется, что я вообще всегда сам себя мотивировал, и такой пример, что давно-давно еще, наверное, в районе 13, уже более чем 15 лет назад, как быстрое время летит, когда я пришел в одну из первых своих компаний на позицию руководителя отдела продаж, и генеральный директор сказал, наша компания в кризисе, сразу же вот сейчас находится в кризисе, и если ты попадешь, тебе придется очень сильно много работать, но зато ты получишь скиллы и компетенции антикризисного менеджера. Причем тогда это было только новое слово, да, потому что еще страна не знала кризисов и так далее. И у меня было три предложения, но я выбрал эту компанию, мы очень сильно пахали, знаете, есть такое слово «вджобовать», да, то есть очень сильно вджобовали, но это дало существенный рост моих качеств профессиональных, которые позволили мне потом уже быть готовым к этим кризисным явлениям и применять уже готовые кейсы как раз. Опять же, если можно, так сказать, копирую, компилирую, дополняю, мне уже было что копировать, немножко с чем компилировать, да, уже исходя из ситуации, возможно, было дополнять и предлагать уже конкурентоспособные решения. У компании были уже какие-то свои алгоритмы или это ложилось на вас, вам нужно было их искать решения? И так, и так, то есть были и кейсы, безусловно, но кризисы все, они нестандартны, да, то есть каждый новый кризис, он особенный. Соответственно, безусловно, у тебя есть какой-то базис, и если ты не пользуешься этим базисом, это просто глупо, опять же, да, то есть ты пользуешься базисом, дальше, опять же, смотришь, копируешь, компилируешь, дополняешь. Но, опять же, когда ты знаком с этим базисом, то для тебя это не как ушат холодной воды, да, то есть ты уже готов, идет волна, ты уже приседаешь, ты готов уже к этой волне, соответственно, дальше уже смотришь, каким образом ты будешь плыть против нее, да, то есть или подныривать, или наоборот перепрыгивать и так далее. Высокотехнологичное и наукоемкое производство требует компетенции и всего персонала, а это сегодня, в общем-то, проблема всех производственников. Как эти вопросы у вас решаются? Ну, я бы сказал, что это проблема не только производственников, это проблема вообще, наверное, всех, кадровый голод, кадровый кризис. Мы решаем так стандартными методами, то есть мы работаем с ведущими институтами, у нас ведущие студенты из этих институтов проходят практику на производстве, также участвуем в партнерских отношениях с различными некоммерческими организациями, которые обучают специалистов именно системам безопасности, причем каким именно партнерством мы занимаемся, да, то есть мы не только отправляем наш персонал учиться туда, но и наши топы, соответственно, руководители нашего научно-технического центра, наши технические директора читают там лекции непосредственно, то есть обучают других специалистов, но тоже нашего рынка. Ну и здесь еще, наверное, я бы опять применил пресловутую концепцию и копирую, компилирую, дополняю, потому что не всегда тот багаж знаний изначальный требуется к применению, то есть можно достичь результатов гораздо с меньшими затратами, да, то есть и трудозатратами, и временными, и денежными. Приведу пример, вот у нас как раз на производстве Верс с приборами сложилась такая ситуация, соответственно, они настраиваются, они настраиваются хорошо, но мы уступаем нашим конкурентам тем, что у нас нету жидко-кистолического дисплея. И, по идее, с жидко-кистолическим дисплеем ты настраиваешь проще. Ну, ты видишь операции, которые ты делаешь, соответственно, это просто удобней. Соответственно, вот я поставил задачу, соответственно, трем службам. Техническая, да, то есть это технический директор, разработчик, это руководитель службы технической поддержки, то есть тот человек, который обладает фидбэком, непосредственно обратной связью от наших пользователей, и, соответственно, маркетингу, да, то есть вот тому самому маркетологу, который и должен, в принципе, работать по принципу копируй, компилируй, дополняй. Отзыв, да, то есть как бы отклик, да, то есть вообще резюме от технарей, да, то есть от технического директора, что да, мы выступаем, вот у нас нет дисплея, нам нужно поставить дисплей, и вот у нас будет все хорошо, тогда мы будем самыми классными. Отзыв от руководителя технической поддержки, соответственно, о том, что да, есть такие запросы, есть, да, уже разница, то есть не обязательно, а есть, и, может быть, нам следует поставить этот жидко-кристаллический дисплей. И когда вот ко мне пришел уже маркетолог, я говорю, ну, как, с собой разговаривая, я такой думаю, вот не дай бог, ты мне сейчас скажешь, что нужно поставить жидко-кристаллический дисплей. А финансы они не считают, да? Конечно нет, и не только финансы, а еще и время, и трудозатраты. И ответ маркетолога, да, о том, что не надо ставить жидко-кристаллический дисплей, то есть считаю это нецелесообразным, потому что приведет к удорожанию себестоимости как на жидко-кристаллический дисплей сам, так и на переразводку платы, соответственно, так и на новую разработку пресс-формы. Далее это приведет к временным затратам, то есть мы потратим на это много времени, и плюсом к этому еще будут трудозатраты, потому что наши инженеры-разработчики, соответственно, вынуждены будут переключиться с текущей задач на эту. По факту мы не получим принципиально новый продукт, соответственно, продажи не вырастут не то, что кратно, они не вырастут даже там на ощутимую сумму в процентах, потому что те, кто покупали и настраивали, ну скажут, ну спасибо, как бы окей, мы и будем настраивать. А те, кто снова с этим встречается, у нас ведь есть другие преимущества, да, то есть пару продаж приведет, но мы просто не отобьем те затраты. Но тем не менее, да, то есть это же не означает, что нужно просто отказаться и не предложить никакого решения. И вот решение, которое предложено, оно, опять же, по вот концепции копируя и компьюируя и дополняю, очень простое. Мы просто взяли и записали видеоролики с инструкциями. То есть у нас есть какая ситуация? Зачастую потребитель не хочет читать инструкцию, да, вот мы кладем эту книжку, а он ее читать не хочет, потому что, ну я не читаю инструкцию, кому она нужна, да, то есть и так далее. С инструкцией это все просто настраивается. Соответственно, мы записали ролик именно обучающий, делай раз, делай два, делай три. Добавили QR-код, QR-код причем добавили прямо на эту инструкцию, у нас там очень красивый рисунок, и таким образом добавили, чтобы этот QR-код резал глаз. Ну то есть, чтобы он у тебя сразу попадался, да, и что же с этим QR-кодом делать? И более того, мы еще, чтобы пропиарить этот QR-код, потому что это только новинка, да, то есть для нас, мы еще добавим QR-код прямо на коробку, на ярлычок открытия, чтобы он прям мешался тебе, когда ты открываешь коробку, у тебя будет QR-код, а этот QR-код первый будет вести к розыгрышу призов. Ну то есть мы сейчас подумаем, что мы туда запихаем, какие призы мы разыграем, чтобы уже когда человек встретился с вторым QR-кодом, он уже автоматически туда лез. Ну вот в итоге, если возвращаться к заводу и затратам, да, то есть, ну, себестоимость ноль, де-факто, да, там QR-код напечатать, вот. Удорожание себестоимости. Удорожание себестоимости, да, абсолютно верно, решение задачи, да. Временные затраты – это затраты нашего маркетолога, которому платим зарплату, в общем. По факту мы получаем решение проблемы, и очень быстро в течение двух недель вот мы запустили уже данный процесс. Поэтому не всегда, да, то есть нужно, как сказать, от печки идти, да, то есть вот всеми этими знаниями обладать, которыми у нас, безусловно, обладают и сотрудники технической поддержки, и, безусловно, разработчики, да, то есть, но задачу можно решить по-другому. Кризис еще и меняет архитектуру кооперационных связей. Безусловно, безусловно. Здесь, на самом деле, эта ситуация еще не в полной мере отыгралась, отыграется больше. Это связано, опять же, безусловно, с локдаунами, с отсутствием комплектующих на уровне микрокомпонентов, с очень сильной инфляцией и на труд, и на стоимость труда, соответственно, и очень сильной инфляцией, опять же, на материалы. Я не знаю, фантастическим, наверное, я, вот, наверное, за 15 лет не помню таких проблем в логистике, да, причем эта логистика, она не только из Китая, это логистика европейская, логистика штатовская, то есть это весь мир сейчас в таком неком коллапсе, да, то есть связано, опять же, с решениями китайцев по, если там уже до конца в курсе, опять же, еще не только по локдауну, но еще и по шатдауну, да, то есть у них еще отключают электроэнергию, соответственно, заводы, которые работали 6 дней, работают 3, что приводит, опять же, к срывам и сроков производства, опять же, к удорожанию и так далее, и так далее. Какой из этого глобальный вывод? Пришло время не покупателя, а пришло время поставщика. То есть это то время, которое было у нас в 90-х, когда у нас были челноки, привозили двое джинсов, и там был размер, предположим, S и размер XL, ты говорил, но мне как бы S мало, а вот XL мне много, и говорили, ну, либо подвернешь, либо похудеешь, да, и здесь будет такая же ситуация, к сожалению. Про кооперационные связи. У нас есть выстроенные цепочки на данный момент, да, то есть это для кого-нибудь секрет, есть производитель, есть, предположим, либо импортер, либо дистрибьютор, дилер, да, там, соответственно, возможно, какой-то розничный магазин, да, уже непосредственно ритейл, ну, и, соответственно, M-user, конечник. И вот здесь, наверное, как раз звено между производителем и дистрибьютором, дистрибьютором и дилером, или, предположим, дилером и инсталлятором, ну, в нашем случае, тем же самым монтажником, инсталлятором, интегратором, эта связь должна быть более, скажем так, налаженной. То есть если раньше ты имел возможности большого выбора, ну, то есть не купил у одного, пошел к другому, не дали скидку, пошел, прожал кого-то на отсрочку. То теперь такие уже моменты, они, сори за сленг, не прокатят. И это мы видим сейчас на автомобильном рынке. Вы можете сейчас просто зайти в автосалон, иметь большую пачку денег, прям, причем в долларах, в евро можете иметь, да, на вас так посмотрят, скажут, ну, годика через годик, да, то есть мы вам что-нибудь, может быть, и дадим, да, ну, а пока вы можете эти деньги просто оставить, положить у нас. Вы скажете, я не хочу, вам скажут, ну, и, как бы, до свидания. Подытоживая, на каждом звене цепочки эти связи должны стать максимально эффективными, и участники этой цепочки должны максимально сблизиться друг с другом. Только это даст, ну, синергии вообще процесса и возможность устоять. Если, допустим, с нами не будет работать инсталлятор, он будет выбирать один или другой бренд. У нас останутся какие-то складские остатки, да, то есть мы не сможем перезарядить эти же деньги производителю или, соответственно, заводу, дистрибьютору и так далее. Завод не получит гарантированный спрос, ну, соответственно, не сможет делать заказ комплектующих, да, то есть, как бы, эти комплектующие в учете, с учетом дефицита уйдут просто в другое место, соответственно, завод также встанет, и потом, когда в итоге первому звену потребуется, потому что другой бренд, инсталлятору тому же, абсолютно верно, потребуется, опять же, продукт, потому что его подведет другой поставщик, да, и он прибежит, скажет, а дайте мне. А на тебя уже ничего нет, все закончилось, остались вон, как это, джинсы, S-размер. Вы сегодня говорите о стабильных связях. Конечно. Они, здесь, здесь вопрос... Это не бегая по рынку, да? Есть проект, ты побежал по рынку, где дешевле, где срочки, где что. В условиях, когда рынок клиентский, ты можешь делать так. У тебя есть проект, ты его взял, и ты побежал, кто мне предложит, что? У меня есть проект, у меня есть там тысяча долларов. Я более того скажу, мы когда-то, когда приезжали в Китай и только организовывали свои компании, мы приходили к китайским производителям, клали там, я не знаю, там, ну, в свое время там 500 тысяч долларов в миллион, да, вот говорили, вот у нас есть миллион долларов, ну и все, и там перед нами раскрывались все двери, соответственно, там, вау, вы такие классные, замечательные, вы нам дадите сбыт, ну вот. Сейчас ты приходишь китайцам и говоришь, у меня есть миллион долларов, и говорят, и что? И что? Да, то есть ты такой, аааа, два миллиона долларов, они говорят, окей, в очередь вот там вот встанешь, мы подумаем. Вот, ты говоришь, мне скидку, они такие, что? Ээ, скидка, мы подумаем, чтобы тебе это произвести. Розничник не может построить эти пресловутые кооперационные связи. Здесь это идет непрекращающийся бизнес-процесс. Чем эти связи будут прочнее и теснее, тем, соответственно, у всех участников данной цепочки больше шансов к выживанию. Потому что все равно, когда мы рассматриваем кризис, время возможности, да, конечно, время возможности, но это и волна. Если ты промахнешься, тебя смоют. Владимир, в Новосибирске прошло знаковое событие, это открытие чаптера «Эквиум Сибирь». Вы уже давно являетесь резидентом этого бизнес-сообщества. Чем для вас интересен Эквиум? Во-первых, наверное, что такое Эквиум? Эквиум – это ролевые модели. Простым языком ролевые модели – это пример для подражания. Это популяризация предпринимательства путем как раз акцента на ярких примерах, как предпринимательство влияет позитивно и положительно на нашу с вами жизнь, на те социальные аспекты, которые улучшаются благодаря этому предпринимательству. По моему мнению, Эквиум на данный момент является самым действенным и эффективным бизнес-клубом. Потому что, во-первых, Эквиум пытается собрать в себе high-impact предпринимателей. Что такое high-impact предприниматель? Вообще high-impact? То есть это английское словосочетание, оно переводится, может переводиться в двух ипостасях. В первой ипостася оно переводится как «предприниматель высокоэффективный». Второе, соответственно, значение данного словосочетания – это «предприниматель с высокой отдачей». Как говорит Рыбаков, прежде чем что-то получить, ты должен что-то отдать. И вот Эквиум именно объединяет таких людей, которые уже достигли определенной планки. Они понимают, что они высокоэффективные, они хотят двигаться дальше. У них есть, скажем так, некая проблема с предпринимательским одиночеством. И они готовы для этого отдавать, делиться, да, то есть и принимать новые знания, соответственно, и масштабироваться путем нетворкинга, соответственно, путем общения и путем, наверное, экспертизы, да, то есть вот всего данного сообщества. Я много бизнес-сообществ знаю, но вот такой подход я встретил впервые, поэтому я, в принципе, не раздумывал перед вступлением. Я сразу вступил, сказал, что мне нужно, и скажу так, что я не разочаровался. В Эквиум еще много и социальных проектов? Безусловно, но они идут рядом, то есть все равно, во-первых, какие, наверное, три самых больших плюса Эквиума для предпринимателей? В первую очередь это клуб Non-Dividend, да, то есть клуб не зарабатывает ничего на нас, то есть все те взносы, они, безусловно, есть, как бы не может быть без них, но они идут как раз на различные инициативы внутри клуба, то есть это и выездные встречи, советы директоров, которые я, скажем так, очень ценю и уважаю, да, то есть это, наверное, самый главный наш дивиденд вообще предпринимателей в этом клубе. И, безусловно, они идут и на социальные инициативы. Это клуб практиков, это клуб, созданный предпринимателями для предпринимателей. Вот как, например, опять же, Рыбаков себя называет, self-made предприниматель, то есть тот предприниматель, который сделал себя сам, не от папы-мамы что-то досталось, а действительно тот практик, который нес ответственность за людей, нес ответственность за деньги. И вот все мы, вот более уже 500 членов клуба, оно постоянно открывается, новые чапторы, у нас каждый месяц открывается новый чаптор, соответственно, он прирастает минимум на 30-50 новых членов, можно понять масштабирование. В Новосибирске уже два стола работают. Уже третий собирается, в перспективе уже третий. Соответственно, еще раз, предприниматели для предпринимателей – это практики. Нету теоретиков, нету коучей, каких-то менторов и так далее в рамках людей, которые никогда не сталкивались с теми проблемами, которые они вот так вот помогают решить другим заинтересованным людям. И третий момент – это, конечно же, глобальный нетворкинг, потому что он дает горизонтальное развитие. Мы не ограничены одним регионом, и мы не ограничены Москвой или Санкт-Петербургом. И у нас очень большие коллаборации даже изначально незнакомых друг с другом людей. То есть я вот, например, сейчас будет в скором времени открываться Нижний Новгород, я лечу уже в Нижний Новгород, мы уже знаем друг друга, мы уже знаем тех предпринимателей, которые там есть, мы уже помогаем друг другу советами, какими-то коллаборациями и так далее, и так далее. Это тоже очень ценно и важно. Вот три, наверное, самых ценных для меня момента. То есть это первое – это нон-дивиденд, да, то есть мы понимаем, на что направлены наши деньги. Второе – это, соответственно, в нашем клубе находятся только практики, да, то есть и если мы помогаем решению каких-то проблем, то мы помогаем практическими советами, а не теоретическими измышлениями, изысканиями. И третий момент – это, конечно, бешеный нетворкинг, он прям реально бешеный, потому что все эти, кстати, это все успешные люди, да, то есть это все собственники компаний, да, то есть с определенными оборотами. Они уже являются лидерами, да, то есть на своем поприще, и ты можешь спросить их мнение, ты можешь воспользоваться помощью, и тебе помогут, потому что ты часть этого клуба, ты один из них. А какие требования к соискателям, к президентам? Ну, первое требование – это все-таки оборот компании. В регионах это не менее 50 миллионов рублей, соответственно, в московском чаптере это от 100 миллионов рублей. Второе требование – это как раз, скажем так, уже на отборе понимание, что предприниматель, управленец, скажем так, оценивает всю миссию Эквиума, все цели Эквиума правильно, да, то есть что прежде чем что-то получить, он должен что-то отдать, да, то есть он не только как раз направлен на получение прибыли, да, то есть там что-то предложить, а как же мы там с вами посодействуем друг другу получить деньги. Нет, он в первую очередь должен быть направлен на отдачу, да, то есть то, что сначала ты поделился, потом уже к тебе пришел ответ, будем так говорить. И третий, наверное, пункт – это ты один из лидеров в своем бизнесе, соответственно, это либо ты уже являешься этим лидером, либо ты демонстрируешь прям такие хорошие темпы роста, кратные, соответственно, то есть это твоя перспектива, то есть что клуб видит, что ты как раз вот не вялотекущий, скажем так, стабильный, да, то есть игрок, а то, что ты как раз вот находишься в драйве, и то есть ты хочешь развиваться, тебе это важно, да, то есть ты ищешь новые возможности, и на это тоже, конечно, клуб обращает внимание. И что, никакой корысти совсем? Ну, в принципе, наверное, нет, но если брать там, например, мой случай, я могу привести тоже пример, очень такой интересный, прям практически после моего вступления в клуб на открытии как раз новосибирского чаптера, у меня, как я уже обмолвился, выходит книга, вот по моей авторской концепции «Копируй, компилируй, дополняй». Я как раз подошел к Игорю Рыбакову, и мы поговорили с ним как раз и про концепты, про книгу, и он говорит, давай я тебе в рамках подарка рецензию напишу. Ну, вот, наверное, такая корысть, я совершенно не ожидал, что это так будет, но на самом деле на этом дело не закончилось. На данный момент уже на нее дает рецензию на мою книгу и Оскар Хартман, который тоже является резидентом нашего клуба сооснователем, да, то есть, да, безусловно. И еще, скажем так, не буду сейчас тоже рекламировать, но тоже есть еще важные отзывы других рецензиентов, то есть, вот, наверное, какая корысть, то есть, вот этот нетворкинг, он действительно сразу же, вот, ты когда готов отдавать, да, то есть, ты приходишь и говоришь, что мне нужно сделать, я как говорил, что мне нужно сделать, чтобы ты купил у меня, да, что мне нужно сделать, чтобы вступить в клуб, соответственно, практически сразу тебе прилетает какая-то отдача, даже на которую ты не рассчитывал. Я же еще раз говорю, что ты должен изначально быть готовым отдавать, Вот как Илья Руднев, наш президент, тоже сказал, когда я поделился с ним тоже радостью, говорю, представляешь, мне там Рубаков дает рецензию прям сразу же, он говорит, ну а как ты, говорит? Он говорит, ну тут же все видно, говорит, ты даешь клубу, клуб дает себе, вот. И как раз открывался сейчас уже новый чаптер в Набережных Челнах, Илья как раз тоже рассказывал новым потенциальным резидентам клуба данную историю. Он говорит, вот человек просто пришел и там начал как бы активно участвовать в жизни клуба, не прошло там и там нескольких дней, да, то есть, пожалуйста, тебе вот так вот, да, то есть. То есть здесь вопрос, наверное, твоего мышления, то есть, когда ты готов отдавать и делиться, вот этот самый хай-импакт, ты высокоэффективный предприниматель с высокой отдачей, да, то есть ты готов, что я вам готов принести, да, то есть здесь, наверное, даже вселенная работает, просто Эквиум как клуб является неким инструментом таким широким этой вселенной. Здесь вопрос именно твоей отдачи. Ты отдаешь, и тебе возвращается, а Эквиум, наверное, является проводником и, наверное, таким, как это сказать, аккумулирующим, вот есть громоотвод, да, то есть, как бы, а есть наоборот, который вот антенна принимает и разбрасывает сразу же сигнал. Вот Эквиум, наверное, является именно этим. Да, как канал, да, то есть, который вот именно на себя принимает, и с помощью, опять же, достаточно широкой разветвленной структуры, да, то есть с помощью большого количества резидентов этих вот хай-импакт-предпринимателей оказывается, что у тебя под боком тот, кто тебе нужен, да, то есть у тебя есть какой-то запрос, например, там, не знаю, сделать что-то, и кто-то из этих 560 человек обязательно это делал, и тебе говорят, да, я это делал, да, давай, сейчас я тебе помогу. Вот здесь, наверное, пример тоже с рецензией книги, там, рецензия, да давай я тебе сделаю рецензию, вау, вот, и я тебе сделаю рецензию, вау, да, то есть, как бы, ты даже этого совсем не ожидал. Спасибо, Владимир, что уделили время РБК, успехов. Спасибо. Спасибо.